Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на своем канале. С вами Дмитрий Казаков. И сегодня я вам, по многочисленным просьбам подписчиков, представляю обзор вот этого прекрасного автомобиля. Автодом на базе УАЗ. УАЗ 3303. Это машина 2015 года, цвета белая ночь. Автомобиль создан специально для охоты и рыбалки. Хозяин этого автомобиля, Андрей Михайлович, серьезно его доработал. На него установлены колеса 265-75R16, установлены хабы, сделаны лифт-подвески, установлен дополнительный бак, амортизаторы, проставки, как вы видите, на кардане. Кардане стоит и впереди, и сзади. Это с учетом того, что машина приподнята. Оборудован специальный ящик вот сделан. Вы видите, да, вот здесь этот ящик под инструменты и запчасти автомобиля. Дальше мы смотрим. Подрезан кузов, усилена кабина, сделаны дуги. Сделано специальное место для речного домкрата. Видите, он закреплен к кузову. Установлен шноркель для прохождения глубоких бродов. Наверху стоит багажник. Багажник, купленный в магазине. Установлены фары, да, дополнительный свет. Установлен, как вы видите, силовой бампер, лебедка. Лебедка с кевларовым тросом. Машина утеплена, так как сейчас используется в зимний период времени. Кабина тоже вся обклеена шумоизоляцией и виброизоляцией. Установлена вебаста для того, чтобы запускать двигатель в холодное время года. Дополнительные розетки сделаны. Установлено два аккумулятора. Один аккумулятор установлен в доме. Полка вот такая стоит, да, в нем. Ну и свет. Что касается других. Кроме всего прочего, значит, внесены изменения и в раздаточную коробку. То есть поставлены, заменены шестерни. Для того, чтобы машина могла двигаться на более меньшем ходу. Дорогие друзья, владелец и доработчик этого автомобиля Андрей Михайлович. Всех приветствую. Андрей Михайлович, ну вот давайте наши, мои подписчики с нетерпением ждут, как бы, рассказы об этом автомобиле. Я смотрю здесь установленный бак. Бак дополнительно установлен от Газели на 65 литров. На 65 литров, да? На 65 литров, да. Так как своего не хватает. А свой бак сколько? Свой, говорят, вообще на 40. Так он написан на 55, но говорят вообще 40. 40 литров. Вы так, имея этот автомобиль, уже 4 года фактически эксплуатируете. Так и еще не поняли, сколько он реально. Не могу его 55 туда залить. Вы считаете. Ну а здесь как? С этого бака тоже установлен дополнительный насос? Нет, у него свой насос. И там у меня тунгер стоит в кабине. Я перекачку делаю туда, в тот бак. В тот бак, ага. Со мной, да. Задний мост как-то подвергался переделкам каким-то? Задний мост туда дополнительно, да, вставленный. Это блокировки задний и передний мост. А, то есть блокировки. Блокировки, я так понял, что стоят здесь от Иштехно, да? Да, да. Амортизаторы уже другие стоят. А, ну амортизаторы, да. Лифт подвески. Вы подняли его. На сколько сантиметров подняли? На 5 сантиметров. На 5 сантиметров? В общем, на 10. Еще дополнительно я ставил под сами рессоры. Ага. Андрей Михайлович, самый интерес для этого автомобиля вызывает будка, вот этот жилой модуль. Расскажите о нем подробнее, пожалуйста. Будка у нас сделана из профиля. Варили с квадрата 20 на 20. Пеноплекс, сделанный там сверху железо, а внутри как бы фанера сделаны так же нары, чтобы втроем можно было жить шикарно. Шикарно. Да. Ну, пойдемте вовнутрь, да? Давайте. Это, наверное, самое интересное, да, здесь именно вот этот жилой модуль. Так, ну, Андрей Михайлович, заходите туда. Я сейчас сзади сниму здесь. Я смотрю, значит, печка установленная, да? Да, печка у нас грязьская, заводская. Так, 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 сейчас, секундочку. Так, стоит печка, на ней жарится гречка. Печка? Печка у нас заводская стоит. Ага. Вот сделано, специально сделано, чтобы можно было зимой посушить обувь, положить, повесить, посушить. Печка, я смотрю, сделана с кольцами, да, для того, чтобы кольца снимать и на них ставить чайник или кастрюлю. Я смотрю, чайник, да, у нас стоит, мы его сейчас ставим, можно снять кольца для того, чтобы быстренько сварить. В автомобиле, я смотрю, сделаны рундуки, да, ящики для хранения вещей. Ящики для хранения вещей, но там для перевозки вещей там, чтобы, ну, не болтались, можно сказать, по всей машине, также сделан столик, вот, который убирается, и он убирается, слаживается у нас. Он к стене туда как бы приспосабливается, да, все. Тут снимаются вот эти вот спинки, с этой стороны спинка, с той стороны сюда вылаживается, и можно, чтобы втроем было. Для того, чтобы комфортно разместиться три человека. То есть четыре, здесь тоже можно разместиться, но это уже будет много, да, не совсем будет удобно. То есть, в общем, будка для трех взрослых людей. Спокойно. Да, там полочка сделана, смотрю, на которую устанавливаются, ну, на которых тоже вещи можно, много крючочков всяких разных. А окна, Андрей Михайлович, от чего стоят окна? А окна у нас от будки, от военной. От военной будки, да, с машины. Шторки то же самое сделаны. Шторки, да. Так что они ишли вместе с этими же. Ага, дверь, а чего сделана дверь? Дверь с профильной трубы и то же самое окно там в дверь и врезано тоже от машины. Сейчас мы его достанем, достанем эту дверь и покажем внутри. Да, вот она. Дверь так же сделана с профильной трубы. Ага. И врезано окно. Окно тоже где-то от военной техники, от автомобиля. Да, 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 да. Тоже крючочки здесь, смотрю, расположены сверху. Да, в будке тепло? В будке тепло. Да. Особенно вот сейчас еще нового хау у нас. Возим с собой кирпичи печные. Ага. На ночь слаживаем их сюда вот. На печьку? Сверху на печку. И как бы можно это подольше, да. Не вставая, а можно отдыхать подольше. Да, вот это особенно не вставая. Да, это нужная вещь. Здесь действительно, как бы, минус, наверное, да, вот в этой печке заключается в том, что здесь, когда, ну, натопишь, жарко. Жарко, да. Да. Натопишь, жарко. Ага. Потом, если, значит, прогорает плита, хотя она как бы регулируется, я смотрю, там, этот поддувало есть. Да, регулируется. Да, больше-меньше можно как бы, ну, выстраивать температуру. Тем не менее, будка небольшая, нагревается быстро. Ну, и так же остывает, наверное, быстро. Ну, и остывает. А вот с кирпичами, вот, нормально. Да, держится подольше тепло, да. Держится подольше. И даже не так она, вот так, когда кирпичи положены, не так отдаёт жара уже. Они как бы кирпичи сами себя уберут. Алик Михайлович, понятно. Дорого обошлась строительство этой будки? Ну, по моим подсчётам, где-то, ну, в 1050, наверное. В 1050, да, всё это, вот эта будка. Этот материал, профиль, фанера. Да. Получается здесь. Это ещё не считая работы. А, не считая работы. Ну, работы же, мы сами же делаем. Как бы сами делаем, да. Ну, что, ну, да, будка действительно классная. Что там, мы в этой будке не первую проводим ночь. Не одну ночь, вернее, провели. Ни одна рыбалка и охота прошла здесь. Так что, в принципе, сделано, конечно, здорово. Это русский бюджетный дом на колёсах. Там у нас у него стоит. А, Андрей Михайлович, а джакузи где? Джакузи. На улице? На улице. Прорубь. Да, мы сегодня, конечно, в великолепном месте делаем обзор. Ну, на чудесном озере. На севере республики Бурятия, да. Недалеко от озера Байкал. Да, ну, всё здорово. Ну, что, Андрей Михайлович, желаю вам удачи. Спасибо за то, что вы поделились своими секретами и тайнами в отношении строительства автодома на колёсах на базе УАЗа 3303. Ну, что, всем добра. Всем спасибо. До свидания.